Библейский портал экзегет.ру представляет Тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомствами, явствами его, это обманчивая пища. Не забудься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и уже его нет, потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу. Не вкушай пищу у человека завистливо, и не прельщайся лакомствами, явствами его. Видим, в первые шесть стихов Премудрый Соломон дает такие советы и говорит об осторожности вкушения пищи, как он завершает в шестом стихе, с завистливым, потому как пища, она объединяет людей, ее вкушение и общая трапеза. Но также мы видим, что в самом начале, с первого стиха, Премудрый Соломон предостерегает и говорит, когда сядешь кушать пищу с властелином, чуть тщательно наблюдая перед собой и поставь преграду гортани твоей. То есть, когда ты садишься с человеком, который имеет власть за один стол, то не набрасывайся на еду, потому как человек тот, неизвестно какие мысли, он наблюдает за тобой, как ты вкушаешь, что он может хочет что-то предложить тебе, или какой-то может пост, или взять тебя, может быть, на работу, или просто наблюдает за тем, насколько ты пригоден к службе, скажем, если ты служишь у него. Дело в том, что в зависимости от того, как вот есть такая пословица, что раньше, прежде чем человека брали на работу, то давали ему поесть. Если человек хорошо ест, значит, он будет и хорошо работать. Но здесь премудрый Соломон говорит о том, что не всегда нужно набрасываться именно на пищу. Так и отцы церкви учат, что нельзя на трапезу набрасываться, то есть во всем должно быть такое состояние некой ровности, то есть без молитвы не вкушать пищу, которая предлагается нам. Но отцы церкви видели в этом не только смысл именно то, что касается властелина, то есть человека, обладающего властью, и человека, служащего у него, или простолюдина. Например, святитель Анзлатоуст видел в этом и аллегорический смысл, а больше и лучше даже сказать смысл, указывающий на трапезу Христовой. Блаженный Августин тоже писал об этом. Вот, например, святитель Анзлатоуст пишет. «Когда сядешь кушать, цитата, пищу с властелином, то наблюдай, что перед тобою Христос есть истинный властелин. Его трапезы и снеди снова по учению и вечные слова по учению вечные блага, которые Он уготовил любящим Его. Садится вечерять за Его трапезы всякий христианин, разумно понимающий, чему Иисус учил словами и делами, протягивает руку свою. То есть начинает показывать делами, что Он подражатель Христа, делаясь смиренным, кротким, любящим всех и переносящим скорби. Не делающий этого, а стремящийся к удовольствиям жизни, пусть оставит желание вечных благ, потому что не получит их. «Удовольствия этого века свойственны ложной жизни, любящие которую не будут наслаждаться вечными благами». То есть свидетель Анзела Тауст предупреждает, что тот человек, который любит удовольствие, тот человек, который не наблюдает за своей гортанью, не преграждает его от явств и удовольствия этой жизни, тот не будет участником в трапезе Христовой в Тайный вечер Евхаристии, а это означает, что такой человек не может войти в Царствие Божие. Потому что здесь, на земле, в Таинстве Евхаристии, мы соединяемся со Христом, и это единственный доступ ко Христу, который Христос сам предложил, и это было в его воле. Но так и говорит в Евангелии Атаана, то не будет кушать от крови и тела под видом хлеба и вина, мы принимаем истинное тело, истинную кровь Иисуса Христа, тот не войдет в Царствие Христово». Блаженный Августин написал нечто подобное, цитата, «но что такое стол властелина, как не то, откуда мы вкушаем тело и кровь, того, то есть с большой буквы, Христа, кто положил душу свою за нас? И что значит сидеть за ним, как не приблизиться к нему в смирении? И что значит, разумеете, наблюдать, что перед тобою, как не размышлять с достоинством от такой благодати?» Конец цитаты. Действительно, апостол Павел предупреждает нас, что кто не рассуждает о теле и крови Христом, то есть не понимает, что он делает от рапеси Господней, тот одни, говорит, болеет, а другие даже умирают. Мы видим, что далее идет предупреждение, которое мы с вами прочитали, как и сказано, «не вкушая пищу у человека завистливого». Вот что по этому поводу пишет Василий Великий. Цитата. «Не вкушая пищу у человека завистливого и не прельщайся лакомствами явства его». «Премудр был тот, кто запрещал и вкушать пищу у человека завистливого», пишет свидетель Василий Великий. Подразумевает также и всякое общение в жизни. «Как удобовозгораемое вещество заботимся мы класть подальше от огня, так по мере возможности надобно заводить дружеских бесед с завистливыми, таким образом поставляя себя вдали от стрел зависти, ибо не иначе можно предаться зависти, как сближаясь с нею в тесном общении». Конец цитата. То есть, свидетель Анна Златоуст говорит ту самую пословицу, которую неоднократно мы с вами повторяли. «С кем поведешься, от того и наберешься». То есть, нельзя вкушать завистникам, иначе, как я сказал в самом начале, трапеза объединяет, и вся зависть, которая есть у него, она так или иначе, человек склонен к подражанию, он так сотворен Богом, по образу и подобию, подобие состояния подражания Богу, человек может с завистливым нахвататься и этой завистливости. Поэтому, свидетель Анна Златоуст говорит, не то, чтобы совсем пренебрегать трапезой с человеком завистливым, но как подальше, говорит, вещи мы кладем от огня, то есть всегда быть внимательным, чтобы вот эти его привычки зависти не перешли бы к нам. И далее мы читаем с вами седьмой стих. «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, то есть продолжает свою мысль, премудро сломал на завистнике, а сердце его не с тобою». И далее говорит, «Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно». Девятый стих. «В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои». «В глупый уши не говори, потому что он презрит разумные слова твои». Мы помним слова Евангелия, не мечуете, бисер перед свиньями. Действительно, человек глупый называется человек, который без состояния покаяния. Поэтому мудрость евангельскую он принять еще не может. И чаще, когда мы стараемся сказать о великих делах Божьих, о высоких духовных вещах человеку без покаяния, то есть человеку глупому, то чаще все эти слова, которые мы говорим, они у него превращают его в состояние кощунника. Человек не может разуметь без покаяния евангельского благовестия. Поэтому и слова Священного Писания, как мы помним с вами в Евангелии, Иоанн Креститель и Господь начинают именно с этого слова «покайтесь», то есть «перемените свой ум к восприятию Божественной благодати, ибо приблизилась Царствие Небесное». И далее. «Не передвигай межи давней и на поля сирот не заходи». «Не передвигай межи давней». Давней мы говорили в предыдущих главах о важности соблюдения заповедей Божьих, о важности определения церковных соборов, о древности церковных соборов, и что нельзя нарушать, что-то передвигать или что-то убавлять от того, что было сказано отцами и определено Духом Святым. Но здесь прибавляется, еще и говоря, поле сирот на поле сирот не заходи. То есть, мы помним, что нечто подобное тоже мы уже встречали, но хочется еще раз повторить и сказать, что действительно, кто, как сказано у псалмопевца Давида, «Сиро да уприимлет, а путь грешных погубит». То есть, Бог действительно дает, как мы помним, бедных людей, людям богатым для того, чтобы посмотреть, как богатые употребят свое богатство с жадностью, либо с милосердием. И запрещается обижать человека бедного и отнимать у него то, что он имеет, дабы расширить свои владения или свое богатство. Но чаще мы знаем, что в нашем мире сегодня бывает все наоборот. Человек незащищенный, человек бедный, его стараются всячески унизить. Человек бедный бывает иногда в глазах богатого человеком никчемным и бесправным. И часто люди богатые принижают людей. Мы знаем множество случаев, отнимают и квартиры, и дома, и прочие вещи. Поэтому здесь премудрый сломан предупреждает, что этого делать нельзя. Потому что, и говорит почему, смотрите, 11 стих, потому что защитник, и защитник стоит с большой буквы, защитник их силен, он вступится в дело их с тобою. То есть, если брох вступится, а сиро и вдову приемлет, и бог заступается за вдову и сироту, если бог начнет и предпримет свою силу против человека несправедливого, то кто устоит? Переложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам. Не оставляй юноши без наказания, если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. То есть, мы видим, сломан снова и снова в 13 стихе прибегает к этой мысли, которую снова повторю, он неоднократно повторяет в своих поучениях, важности воспитания, в котором должно быть и наказание. Сегодня есть такой либеральный воспитательный подход. Говорят, ой, кричать, ну, конечно, кричать на них, как раздражаться на детей, не стоит. Я сам против всякого крика. Но строгость проявлять просто необходимо. Если мы не будем строгими со своими детьми, ну, тоже все, конечно, в разумной мере, если это необходимо для исправления. То есть, надо спрашивать, что когда нужно применять строгость там к человеку или к ребенку? Наверное, тогда, когда мы видим, что его подстерегают в серьезной опасности. И здесь премудрый Соломон говорит, что если не будешь наказывать ребенка, то путь его может уклониться от пути ко спасению в Царстве Божьем. Это должно быть на первом месте. То есть, если человек впадает, например, в юношу, в ленность, впадает в какую-то праздность, впадает в состояние обидчика или в состояние человека несправедливого по отношению к своим друзьям, то я думаю, что здесь или по отношению непочтения к родителям должна быть, конечно же, придавлена к нему строгость. Но, конечно же, это не должно сопровождаться каким-то там унижением или уничижением человека, но, тем не менее, терпеливая строгость. Здесь Бог как бы всеми их воспитывает, нас всех. В нас Он прививает это важное состояние терпения. Терпение, без терпения нет смирения, без смирения нет спасения. А детям Он дает пользу. Поэтому любое наказание, так или иначе, должно быть в духе любви и терпения со стороны родителей. Далее, как сказано, помните у апостола Павла, что дети почитаете родителей своих, а родители не раздражаете детей своих. Итак, сын мой, если сердце твое, 3.15 стих, будет мудро, то порадуется и мое сердце, и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем. Очень важная такая мысль, о которой говорит здесь премудрый Соломон, не завидовать грешникам. Очень часто, особенно молодые люди, а это идет в контексте юности, где говорит премудрый Соломон о исправлении юноши, и обязанности родителей исправлять юношу в пути его, в жизненном пути его. И здесь в этом контексте говорит, да не завидовать сердце твое грешникам. То есть часто верующие люди, православные дети, это известно, завидуют людям богатым, то есть людям, которые нажили богатство неправедным путем, которые ездят на дорогих автомобилях, там одеваются в какие-то необычные одежды, ездят в такие экзотические страны, правда потом приезжают, говорят, с некоторыми такими тяжелыми заболеваниями, после этой экзотики лечиться можно только в Англии, ну может быть они туда за этим и ездят, потому что в общем-то денег хватает на такие дорогие лечения. Поэтому говорится о том, что да не завидует сердце твое грешникам, то есть предупреждение нам, православным детям и родителям, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем. Помним эти первые слова, первая глава, седьмой стих, с чего начинается притча Соломона, начало премудрости стран Господень. Вот где надо черпать жизнь, вот где надо черпать мудрость, которая способна будет нас избавить от этого порока, как зависть. Потому что есть будущность, видите, премудрый Соломон нас утешает. Он говорит, потому что есть в этом будущность, и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимся вином, между присыщающимся мясом. Примудрый Соломон снова говорит упивающимся вином. Мы с вами затрагивали эту тему, еще раз просто повторю, что нет запретов в Священном Писании на умеренное употребление вина. Видите, написано, упивающийся вином, присыщающийся мясом. То есть нет запрета на умеренное вкушение вина, на умеренное вкушение мяса. Некоторые задаются вопросом, а где эта мера? Ну, мера, наверное, там, когда человек не теряет рассудок. То есть если у человека, даже как врачи говорят, помню, один человек пришел и говорит, слушай, все, я бросаю пить совсем. Я говорю, а что такое, что случилось? А знаешь, что я когда выпью, у меня агрессия появляется по отношению к другим людям. Мне говорит врач, один психотерапевт сказал, если уже агрессия, лучше вам совсем пока на некоторое время ограничить. То есть мне приписал ограничить винопитие. Но если врач приписал ограничить винопитие совсем, значит, нужно послушать врача. Как сказано в книге Иисуса Сина Сирахова «Искусство врача» от Господа. Далее, говорит, потому что пьяница, именно, видите, говорится о пьянице, и присущающиеся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. То есть действительно мы видим тех людей, которые злоупотребляют напитками спиртными, в общем-то, и не надо говорить, мы видим их часто на улицах. То, что пьяный человек теряет рассудок, и имущество свое. «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не приберегай матери твоей, когда она и состарится». Видим, что здесь опять говорится о почитании родителей, но тем не менее отцы церкви, например, Августин Блаженный так и писал, «Слушайся отца и мать», он видел в этом еще и послушание церкви, и Богу Отцу. Цитата. «Когда говорят древние, душа есть мать ума, потому что это говорится о душе, которая ведет ум к свету посредством практических добродетелей». И продолжает. Да, здесь. «Лишь отдав себя, ты себя не утратишь. Сама любовь изъяснена мудростью». Он уже дает истолкование на следующий текст, где сказано «сын мой, отдай сердце твое». Здесь он сразу истолковывает и текст о матери, что мать – это церковь, а отец – это Бог. И далее продолжает. «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои донаблюдают пути мои». И пишет. «Лишь отдав себя, ты, то есть матери церкви, Господу, ты себя не утратишь. Сама любовь изъяснена мудростью и единым словом смиряет смятение». «Снедающее тебя от призыва «отдай себя себе же». Ибо если человек хочет продать тебе поле, он говорит тебе «дай мне золото твое». И если другое хочет продать, говорит «дай мне монеты твои, серебро твое». Внимай же, говорит, любви, провозглашающей устами мудрости. «Сын мой, отдай сердце твое мне, сын мой, отдай мне», говорит она. «Что же?» «Отдай сердце». «Худо было, пока ты был сам по себе». «Ты был добычей читы», то есть бесполезности, страстей, нечестивых и тленных. «Совлеки их». «Куда нести?» «Кому жертвовать?» «Отдай сердце твое мне», говорит Господь. «Оно мое, и ты не утратишь его». Конец цитаты. То есть, Блаженный Августин здесь объясняет, что любящий Бога, пребывающий в его церкви, отдающий свое сердце, ничего не теряет. Как человек часто теряет, если он совершает, приводит примеры, купли-продажи. То есть, он дает деньги, золото, серебро, поэтому человека убывает. Но тот человек, который отдает свою жизнь в руки Господа, он, наоборот, получает. Поэтому так и сказано, в Бога богатеете в Евангелии от Луки. И мы читаем далее. Здесь Соломон снова говорит об опасности блуда, потому что блудница глубокая пропасть, чужая жена и прелюбодеяние, чужая жена тесный колодец, она как разбойник сидит в засаде, умножает между собой людьми законопреступников. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином. Опять видим, что премудрый Соломон предупреждает, долго, говорит, сидят за вином. То есть предупреждает о вреде пьянства, чрезмерном употреблении вина, которое приходит отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится, в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии, как змей оно укусит и ужалит, как аспит. То есть человек действительно в своей жизни, как вот говорят, я встречался с людьми неоднократно, с пьющими, они говорят, ну что это за жизнь, которую оставляли потом пьянство, они говорят, ну что это была за жизнь от стакана до стакана. То есть действительно, человек только думает, он уснул, еле-еле, утром проснулся, он уже опять ищет, упился, опять упал, опять уснул, опять только ищет, где бы ему выпить, то ли его все мысли направлены на это. Это как аспит, говорит, укусит, как змеи ужалит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен. Понятно, если ум действительно у человека отключен, это как сказано, что грехи не бывают бессупружными. Напился человек, ну какие мысли, блудные, наблудился, какие мысли, там начинаются там и зависти, и ссоры, и драки. После драк, что и до убийства доходит, а после убийства и тюрьма, это все как к одной цепи. Грех, он как одна цепь, такая скована одной цепью. И ты будешь как спящий среди моря и как спящий наверху мачтой. Удивительно такое сравнение, это было людям очень понятно того времени, что значит спящий наверху, что человек, если уснет наверху мачтой, что с ним произойдет? Он разобьется, или опалубу, или утонет. Поэтому человек, когда упивается вином, он теряет состояние трезвенности ума, то есть теряет состояние рассуждения. Если, например, трезвого человека грех какой-то остановит, то пьяным говорит море по колено. Действительно, трезвый человек, когда, если упивается, например, человек, то он утром просыпается и говорит, Господи, помилуй, что же я натворил? Я бы такого никогда в трезвом виде не сделал. Понятно, он теряет рассудок, так и говорят. Что значит рассудок? Рассудительность. Теряет состояние, что состояние, чтобы преградить, поставить такую межу в своем сердце, чтобы отградиться от греха. И скажешь, били меня, что произойдет, 35 стих, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал, когда проснусь, опять буду искать того же. Вот так завершает 23 главу сегодня Премудрый Соломон, говоря здесь о опасности, в общем-то, обжорства. Другие отцы в этих словах видели другую сторону, сторону евхаристического общения. И так, и так рассматривались многие стихи. То есть здесь говорится «Будь осторожен, когда подходишь к вечере Господней». Далее сказано об опасности общения с завистниками. Говорится опять «Кто сирую вдову примет и путь грешных, что Господь сирую вдову примет и путь грешных погубит». Далее здесь Премудрый Соломон снова наставлял и говорил о необходимости воспитания детей, о разумном наказании, о терпеливом таком состоянии духа семьи, чтобы воспитывать ребенка, наставить его на пути истины. Самое главное, вот есть такое хорошее высказание, что если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем. И действительно, если Бог будет на первом месте, то и воспитание внутри семьи и жизнь человека будет на своем. И далее мы видим, что здесь Премудрый Соломон предостерегает от чрезмерного употребления вина, что человек не останется без наказания, в общем-то, наказывает сам себя, так и говорит. Вот, например, пьяница, он мертв для Господа, так вот, например, даже пишет Климент Александрийский. И еще говорит о том, что опасность пьянства, вот, например, если апостольские постановления, даже почитать, чтобы эту мысль как-то завершить, опасность пьянства, апостольские постановления, цитата, будучи пресвитерами, диаконами Христа, мы всегда должны быть трезвы и для себя, и для других, чтобы могли выразумлять бесчинных. Писание же говорит, бывают гневливы, пусть они не пьют вина, чтобы, напившись, не забыли мудрости и не лишились возможности права судить притчи. 31 глава к этой мысли о предупреждении о пьяности будет снова возвращаться к премудрому Соломону. И далее говорят, говорит апостольские постановления, и пресвитеры, и диаконы, после Бога вседержители и возлюбленного сына и его подлинно суть сильной церкви. Говорим же это не для того, чтобы они не пили, ибо не пить, значит, оскорбить созданное Богом для веселья, то есть вино, но для того, чтобы они не упивались. Снова подчеркивается и в апостольских постановлениях эта мысль, чтобы не упивались. Ибо в Писании не сказано не пейте вина, но что говорится, не упивайтесь вином. Да захоронит нас Господь всех от греха пьянства.